Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рада вас приветствовать на очередном ежедневном обзоре по ПАМ-счетам. Меня зовут Михайлова Вероника, и давайте проверим звук и видео, все ли у нас хорошо. И начнем с вами. Ожидаю плюсики в чат. Отлично, спасибо, Андрей. Кто-нибудь еще? Возможно. Ну, давайте начнем. Сегодня, как в принципе и по традиции, мы с вами рассмотрим лидеров роста, лидеров по потерям, также лидеров по добавлению инвестиций в ПАМ-счета, лидеров, которых добавляют в ПАМ-портфели чаще всего, а также лидеров, которые добавляют инвестиции внутри портфели. Итак, за эту неделю было открыто 157 публичных ПАМ-счетов. По сравнению с предыдущей неделей, это немного менее. На предыдущей неделе 188 было открыто. Однако сумма инвестиций в ПАМ-счета, наоборот, повысилась. Около 3,5 миллионов на данный момент за предыдущую неделю проинвестировано средств в ПАМ-счета. Итак, давайте посмотрим, кто же на этой неделе оказался в лидерах роста по ПАМ-счетам. Перейдем с вами к рабочему столу. Итак, первое место у нас занимает ПАМ-счет UA Forex BIS. 27% данный ПАМ-счет показал за неделю с 16 по 20 ноября. И давайте посмотрим, какие же у него показатели. ПАМ-счет, кстати, существует на данный момент уже 4 года и 2 месяца. Как мы видим, хороший рост показывает, начиная уже с середины октября, после долгой просадки. Давайте посмотрим по торговле, что у него было за предыдущую неделю. Так, давайте с ноября, значит, у нас 16 ноября. Сейчас мы с вами выделим. Ну что такое? Так, итак. Как мы видим, кредитные плечи у данного управляющего, соответственно, с его степенью агрессивности, достаточно большие. Максимально используемое кредитное плечо за этот период составило 42 единицы. При этом, при всем, доходность, собственно говоря, если смотреть по данному плечу, как раз таки у нас была нисходящей за 12 ноября. Извините, нам нужно за 16. Итак, значит, по сравнению с предыдущими периодами, как мы видим, максимальный относительный убыток у данного управляющего обновлен не был. На данный момент дела идут, собственно говоря, в гору. Рост, который сопровождается, соответственно, первым местом в лидерах по росту за период. Давайте перейдем ко второму PAM счету, который получил 24% и заработал за предыдущую неделю. Это Night Hunter. PAM счет также имеет достаточно большой возраст, уже более года. Занимает 266 место. О, как мы видим, за предыдущую неделю, значит, у данного PAM счета управляющего дела складывались таким образом, что он получил 24% и занял второе место. Однако с конца предыдущей недели, как раз-таки вот за сегодняшний день, как вы видите, у управляющего минус 34%. То есть то, что за предыдущую неделю заработал, собственно говоря, ввиду каких-то событий пришлось потерять. Минус 34% на данный момент у данного управляющего, за предыдущую неделю плюс 24%. По торговле мы можем с вами вкратце посмотреть, что же, какие же плечи были использованы и способствовали такому результату. За, получается, прошлую неделю используемые кредитные плечи также были высокими, а агрессивный PAM счет достаточно. Собственно говоря, агрессивность эта и проявилась у нас на этой неделе. Как видите, доходность как раз-таки упала даже больше, чем был прирост за предыдущую неделю. Максимальных убытков обновлено не было, как мы видим. Надеемся, что выйдет из просадки в будущем данный PAM счет. А мы с вами перейдем к третьему PAM счету. PAM счет Джокнах. Его результат 20% и прироста за предыдущую неделю. Однако тенденция, как видим, у второго уже PAM счета на данной неделе к падению. К сожалению, сегодня тоже данный PAM счет у нас ушел в небольшой минус по сравнению с предыдущим. Однако за предыдущую неделю был рост. Занимает данный PAM счет 183 место в рейтинге. Также PAM счет управляющий достаточно опытный. Более года существует. Торговля агрессивная. Итак, по лидерам роста мы с вами закончили. В общем говоря, рост на этой неделе по сравнению с предыдущим был небольшой. Небольшие показатели, наверное, показали управляющие. На предыдущей неделе, напомню, около 50% рост был. Давайте посмотрим, что у нас на данный момент по лидерам потерь за предыдущую неделю. И первое место у нас занимает PAM счет Русинвест. Очень молодой PAM счет. Три месяца, пять дней. Как мы видим, управляющий не особо справляется со своей стратегией. Стратегия не дает результатов нужных на протяжении трех месяцев у управляющего минус. Тенденция нисходящая. Ну и, соответственно, как мы видим, вот такие неприятности. 1 миллион рублей капитал управляющего, 2 с лишним миллиона средств в управлении. Ну, необходимо сказать, что желательно, конечно, управляющему изменить каким-то образом свою стратегию, дабы привлекать будущим инвесторов, так как с такой просадкой, конечно, вряд ли кто-то захочет туда инвестировать. Можем посмотреть с вами также счета в архиве. Счета в архиве существовали у нас недолго. Просадки, в принципе, две большие закрылись с двумя большими просадками. Ну, сказать здесь больше, на самом деле, к сожалению, нечего. Поэтому перейдем мы с вами ко второму PAM счету, который у нас занимает место в лидерах потерь за период. И это Miracle Trading. Давайте посмотрим, какие показатели у данного PAM счета. Так, Miracle Trading. Данный PAM счет у нас существует уже 3 года. К сожалению, на этой неделе PAM счет попал в данный рейтинг. Насколько я помню, пару недель назад он как раз-таки был в лидерах по приросту. Сейчас же занимаем 275 место занимает данный PAM счет. Агрессивная достаточно торговля. Как мы видим, у управляющего, собственно говоря, даже вот с начала года какие-то неполадки пошли. Выровнялась торговля слегка к маю месяца. Ну, вот начиная с мая месяца, как мы видим, управляющая тенденция нисходящая. Хотя, однако, можем сказать, что вот видите, за сегодня у управляющего, наоборот, прибыль 25%. Но на общем фоне это достаточно мало. По поводу того, что у нас в архиве, мы можем посмотреть у данного управляющего. У управляющего все PAM счета, в принципе, были, к сожалению, с доходностью, вернее, с убытком, извините, стопроцентным, как вы видите. Хотя существовали два PAM счета достаточно долго, около больше года. Потому что, ну, третий PAM счет тоже нас на данный момент не радует. Поэтому на этом моменте, вернее, давайте перейдем с вами к третьему PAM счету в лидерах потерь. И это Positive Trading. Так. 274 место занимает данный PAM счет. Так, давайте посмотрим. Тенденция такая же, собственно говоря, как у двух предыдущих PAM счетов. Три месяца уже у управляющего убыток на PAM счете. Пожалуйста, вот можем видеть, что, начиная с 12 ноября, был скачок, конечно, вот здесь. Но все же за предыдущую неделю управляющий потерял 29% практически. Вот. Тоже немало по сравнению с предыдущими. Напомню, что Rus Invest 67% потерял за предыдущую неделю. Miracle Trading 51%. И вот Positive Trading потерял меньше всех, но все же в убытке минус 28, почти 29%. Посмотрим, что у него по торговле PAM счет относительно молодой. Полгода ему всего лишь. Возможно, все впереди. Будем на это очень надеяться. Итак. Максимальный относительный убыток в мае месяце обновлен. Ну, 89,3%. Далее. Волатильность достаточно высокая. 27% у данного PAM счета. И, как мы видим, что фактор остановления достаточно низкий. Не доходит даже до единицы. Управляющему стоит все-таки пересмотреть подход, пересмотреть свою стратегию. Мы можем даже обратиться к стратегии. Ну, как видите, декларация все-таки соблюдается. Однако, это нас никак не радует. Декларация соблюдается, в принципе, весь период существования PAM счета. Но все же, обращая внимание на доходность, можем сказать, что, к сожалению, вот предыдущая неделя удалась не просто управляющему. Итак, давайте с вами перейдем к следующему блоку. Это лидеры по добавлению в портфеле. Я, наверное, вас не удивлю, если скажу, что лидером по добавлению в портфеле в очередной раз стал счет тростов. Стратегия Мартин Гейл, данного управляющего. Я думаю, что многие уже знают, чем опасна данная стратегия. Очень большую роль является достаток в обеспечении тех позиций, которые выводит управляющий в рынок. Это очень важный момент. Надеемся, что у этого управляющего все будет продолжаться именно так же, а не как это обычно бывает, резкое падение вниз. В архиве 19 счетов, можем также на них обратить внимание, посмотреть, с какими у нас показателями управляющий уходил. ПАМ-счета существовали, в принципе, недолго, где-то до 90%, как вы видите, доходило. Где-то до 50% не доходило, управляющий закрывал. Ну, по крайней мере, вы можете видеть, инвестируя в данный ПАМ-счет, какие результаты предыдущий показывал управляющий. На данный момент это лидер по добавлению в портфели, по приросту инвестиционных счетов, а также по вводу средств из портфелей в него. На данный момент ситуация такова. Напомню, каким образом выглядят стратегии Мартин Гейла. То есть это стратегия усреднения, превышения кредитного, используемого кредитного плеча в два и более раз, нежели растет самодоходность. Такой график управляющего. Естественно, убытков он не обновлял у нас уже с февраля месяца, так как идет стабильный рост. Волатильность также в норме, фактор восстановления хороший. Ну, опять-таки, данная стратегия имеет пятую степень агрессивности. Соответственно, можете сделать вывод, что это для тех инвесторов, которые любят рисковать данный ПАМ-счет. Итак, первое место по приросту инвестиционных счетов. 922 инвестиционных счета прибыло в состав данного ПАМ-счета от Ростов. Второе место занимает Mondays USD. Давайте посмотрим, что у нас по Mondays. Какая ситуация на данный момент. Полгода ПАМ-счету, 5 место в рейтинге. Ну, наверное, вы все заметили какое-то определенное сходство с ПАМ-счетом Трастов. Та же стратегия Мартин Гейл, ступеньки ровные. Те же самые, собственно говоря, опасения могут возникать под данному ПАМ-счету. Можем посмотреть количество ПАМ-счетов, которые на данный момент имеют управляющий. 11 счетов в архиве. Что мы здесь видим? ПАМ-счета существовали в основном недолго. К сожалению, мы видим в составе архивных ПАМ-счетов. Вот такие цифры, минус 99, 97%. То есть убыток очень большой и для управляющего, и для инвесторов. На данный момент вы уж, собственно говоря, можете видеть, если данный управляющий привлекает ваше внимание к такой доходности, будьте готовы, чтобы ПАМ-счет достаточно агрессивен. Все зависит уже от вашей инвестиционной стратегии личной, потому что и на таких ПАМ-счетах можно тоже зарабатывать. Единственное, что не забывайте, инвесторы, уважаемые, необходимо перед тем, как инвестировать в какой-либо ПАМ-счет, иметь собственный инвестиционный план, в котором будет прописана и желаемая доходность, и возможный убыток, и срок инвестирования. Поэтому ПАМ-счета есть на любой вкус, скажем так. Пожалуйста, анализируйте, смотрите наши еженедельные обзоры и выбирайте. Второе место – Monday's USD по приросту инвестиционных счетов. Третье место – ПАМ-счет совершенства. Посмотрим, что у него. Третье место занимает данный ПАМ-счет. Управляющий показывает у нас середина октября, как вы видите, рост достаточно хороший. Ну, в принципе, с начала создания данного ПАМ-счета. Давайте посмотрим торговлю, что у нас здесь. Только в начале, как мы видим, использовались высокие кредитные плечи. На данный момент стратегия управляющего, как вы видите, достаточно спокойная. Не могу сказать, что консервативная, так как в любом случае в начале, вы сами видите, управляющего были такие достаточно высокие скачки, большое кредитное плечо использовал управляющий. Поэтому, ну, скажем так, сбалансированная торговля на данный момент является лидером по добавлению инвест-счетов. И 393 инвестора доверили данному управляющему свои денежные средства. Сейчас мы с вами откроем за ноябрь. Небольшие кредитные плечи, в принципе, когда все хорошо, что можно еще добавить, да? Доходность положительная. Посмотрим также, что у данного управляющего. В архиве. В архиве у нас достаточно много ПАМ-счетов. Ни один из них не был, скажем так, слит до 90%. Да, то есть управляющий закрывался по собственной инициативе. Как мы видим, да, были убытки. Ну, на данный момент управляющий показывает результат. Будем надеяться, что весь прошлый опыт как раз-таки предшествовал тому, чтобы на данный момент управляющий вел хорошую торговлю и зарабатывал для инвесторов деньги. Но, опять-таки, помним о том, что всегда можем посмотреть, какие же результаты показывал управляющий в прошлом. Итак, с вами мы рассмотрели лидеров по добавлению инвестиционных счетов. Повторюсь, тростов 922 инвес-счета, манны из USD 396 и совершенства 393 инвестора. Ввели свои деньги в данные пам-счета. И перейдем мы с вами к лидерам по добавлению в портфеле. Первые два места такие же, как и у лидеров прироста. Это тростов и манны из. Ну, я думаю, что мы с вами на них уже останавливаться не будем. Стратегии мы с вами их определили. Это все понятно и видно. Третье место у нас по добавлению в портфеле Smooth Growth. Также он входил в лидеры по данной категории на прошлой неделе. Далее у нас счет Мариарти и счет совершенства. Обновился только у нас, собственно говоря, Мариарти. В списке лидеров по добавлению в портфеле. Давайте мы на него посмотрим. По какой причине управляющие портфели все-таки решают добавлять этот пам-счет к себе в портфель. Ну, видимо, из-за хорошей доходности. Наверное, это является основополагающим все-таки при выборе пам-счетов. При этом при всем агрессивный достаточно пам-счет. Соответственно, можно сделать вывод, что, скорее всего, в агрессивные портфели достаточно добавляют такой пам. Причем используем кредитные плечи тоже в один период времени, как вы видите, за летний период, в основном, до сентября использовал управляющий. На данный момент торговля, в принципе, вполне спокойная. Маленькие кредитные плечи используются. Возможно, это связано с тем, что в летний период был небольшой достаточно прирост средств. Все были в отпусках. Каким-то образом необходимо было поддерживать стратегию. Но, опять-таки, об этом мы не можем судить. На данный момент это один из лидеров по добавлению в портфеле. Пам-счет Мариарти четвертое место. 24 раза добавили его. 257 место в рейтинге. И пам-счет Smooth Growth, 34 раза добавленный в пам-портфеле. Давайте тоже его вкратце рассмотрим. И с вами будем переходить к лидерам ввода. Там мы с вами тоже много времени не потратим, потому что знакомые лица все. Smooth Growth USD. Четвертое место занимает достаточно плавная линия. Вторая степень агрессивности у пам-счета. Как вы видите, спокойно, медленно, но верно управляющий двигается к повышению собственной доходности. Небольшая доходность за 7 месяцев относительно агрессивных счетов, естественно. Но, опять-таки, плюс в том, что, как вы видите, по сути, убытка управляющий своим инвесторам не принес. За это, скорее всего, его и добавляют в портфеле. Но давайте посмотрим, все ли так хорошо у нас здесь. Здесь мы можем видеть не особо приятную картину. Был ряд пам-счетов, которые закрылись с максимальным убытком. Но на данный момент, с данной консервативной стратегией пам-счет Smooth Growth показывает рост и занимает третье место в лидерах по добавлению в портфеле. Скорее всего, управляющие портфеле считают его достаточно надежным. Итак, давайте еще раз пройдемся по лидерам по добавлению в портфеле. Тростов 49 раз добавили, Мандейс USD 40 раз, Smooth Growth 34, Мариарти 24 и Совершенство 23 добавления в портфеле. Итак, кто же у нас стал лидерами ввода средств из портфеля в состав пам-счетов? Здесь мы увидим первое место счет Тростов, второе место VIP 50806. Пам-счет этот мы с вами уже видели на прошлой неделе, и он как раз-таки был в лидерах по вводу средств из портфелей. Давайте посмотрим его на этой неделе, как обстоят дела. Ви 50806. Тоже не особо агрессивный пам-счетов, вторая степень всего. Ну, управляющий еще достаточно, ври, пам-счетов достаточно молодой, шестое место в рейтинге. Однако, занимает по эффективности доходность потихоньку растет. Управляющий, как мы понимаем, особо не рискует. Но, можем заметить, что у данного управляющего очень большие скачки используемого кредитного плеча. Очень похоже на стратегию Мартин Гейл все-таки. По аналогии с пам-счетом тростов, Мандейс. Если мы перейдем на этот график, здесь не особо это видно. Ну, если мы его увеличим, то мы с вами поймем, да, что это та же самая стратегия Мартин Гейл. Которая пока что, на данный момент, обеспечивает управляющему стабильный рост. Но, не знаю, не знаю, насколько хорошо это, насколько плохо. Данная стратегия все-таки действительно опасна по ряду причин. Итак, давайте мы с вами посмотрим по данному управляющему еще. А, всего у нас один счет в архиве. Не успел открыться, сразу закрылся. Поэтому, посмотреть нам на результаты, к сожалению, у данного управляющего не удастся. Еще один пам-счет есть у управляющего с текущей доходностью почти 60%. Ну что ж, будем смотреть за динамикой, за развитием событий по данному пам-счету и далее. Итак, значит, по лидерам ввода в портфеле, кого мы сейчас с вами не рассмотрели, Manda и USD. Посмотрели, Freya и Currency Fund. Четвертое, пятое место. Занимают, давайте не обойдем их той же стороной, все-таки посмотрим, что управляющие, какую стратегию на данный момент управляющие выбрали, как они справляются с сложной ситуацией на рынке на данный момент. Пам-счет Freya, знакомый пам-счет, год 9 месяцев, уже почти 2 года, агрессивная стратегия управляющего. Ну, как мы видим, управляющий за все время имеет положительную динамику по доходности. В принципе, был период, в который управляющий, как мы видим, не работал. Посмотрим, что сейчас происходит. Кредитные плечи он у нас использует достаточно сбалансированные, до 15 единиц. Это, в принципе, еще относится к сбалансированным пам-счетам. Как вы видите, небольшая доходность, небольшой рост доходности. Но при этом, знаете, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Все по управляющему, в принципе, по данному пам-счету сказать больше нечего. Все в порядке. Можно посмотреть, с вами еще, считая, в архиве, какой опыт имел управляющий ранее. Три пам-счета у нас практически с максимальным убытком. Однако, по сравнению со всеми предыдущими пам-счетами, я хочу заметить, что управляющий данный закрывал свои пам-счета даже, как видите, в прибыли. 51%, 14%, 11%, 51%, 11 месяцев продержался пам-счет. В принципе, управляющий этим отличается от всех остальных просмотренных пам-счетов. Давайте с вами обратим внимание еще на currency fund. Что у нас у этого управляющего? Currency fund тоже, как видите, спокойный пам-счет, агрессивность вторая у него. Степень, 15% в рейтинге, доходность за все время положительная. Давайте мы с вами все-таки на торговлю перейдем и посмотрим, что управляющий у нас делает. Ну, на стратегию маркетингела это совсем не похоже. Управляющая своя какая-то определенная стратегия, как мы видим. Хотя в некоторых моментах усредняется, конечно. В любом случае, можем отметить, что волатильность у данного управляющего небольшая, фактор восстановления хороший, максимальный относительный убыток достаточно мал, 13,44%. Как вы видите, в лидеры по вводу средств из портфеля как раз-таки выбиваются те пам-счета практически, за исключением Тростова, у которых агрессивность до трех молний. То есть на данный момент можем сделать то, что инвесторы беспокоятся о стабильности, доходности в своих пам-счетах, в портфелях, извините. Поэтому, наверное, выбирают все-таки более тихих гавани для инвестиций. Итак, еще раз повторю, значит, лидеры ввода средств из портфеля. Это первое место – Тростов, второе место – V50806, Mondays USD занимает третье место, четвертое место – Freya, пятое место – Currency Fund. Итак, мы с вами просмотрели, в принципе, все пам-счета. Еще хотелось бы вам озвучить те пам-счета, которые являются новичками в нашем рейтинге. И за прошлую неделю в наш рейтинг добавились такие пам-счета, как «Ежедневник», «Барсук», «Профессор МГАЮ», «Дагестан Инвестор», «Тренд Стратеджи» и «Рост Инвест». «Рост Инвест», кстати, мы его с вами видели по лидерам потерь. К сожалению, вот такой вот вход в рейтинг оказался у управляющего, сразу доходность минус 67%. Ну, на данный момент, в принципе, это все. Если у вас есть какие-либо вопросы, буду рада на них ответить. Пока вы думаете, пишете вопросы в чат, хочу напомнить, что минимальные суммы для инвестиций в пам-счета это 10 долларов, 10 евро, либо 500 рублей. Для создания пам-счетов публичного 300 долларов, 300 евро, 15 тысяч рублей. Непубличного 100 долларов, 100 евро, 5 тысяч рублей. Чтобы создать свой собственный портфель, на данный момент требуется 1000 долларов, 800 евро. либо 65 тысяч рублей. Так что в случае, если хотите создавать, либо инвестировать в пам-счета, пожалуйста, минимальные суммы специально для вас озвучены были сегодня. Итак, как я понимаю, вопросов у вас нет, поэтому хочу пожелать вам успешных инвестиций, управляющим успехов в торговле, и пожелать вам всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok